Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про вдеевых пенальти, поэтому обязательно перейдите по ссылочке в описании к этому ролику, посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно, чтобы вы проявляли активность именно под этими роликами. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, где мы проходим разножанровые игры, которые советуют мне также подписчики, поэтому подпишитесь обязательно на канал, давайте добьем вместе 30 подписчиков, мне будет очень приятно, ну а мы продолжаем с вами. Сегодня у нас полуфинал Кубка Англии против Манчестер Сити, вроде полуфинал Лиги Европы, либо там четвертьфинал против Шахтера, и домашняя игра в АПЛ против Ньюкасла. Серьезно, на самом деле, все соперники, тем более вот Сити, Ньюкасл, потому что вот они идут в топ-6 сейчас АПЛ, Сити тем более сейчас лидер в английской премьер-лиге. Ну что же, а мы начинаем. МЮ против Сити, дерби двух Манчестеров, и сразу же мы сейчас выберем игроков, которые будут в стартом составе. Здесь вроде все так и будут. Все, все уже понятно, ясно. Вот таким составом мы выходим. Ребята, я надеюсь, заряжены. Давайте только Ван де Бека вместо Мактомина я возьму. Вот. Все. Вот таким составом мы выходим. Ребята заряжены, я надеюсь. МЮ против Манчестер Сити. Поехали. Итак, Village Road. Мы играем на нейтральном каком-то стадионе. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Бруно Фернандеш против Кевина Дебройна. Состав, кстати, у Сити я не посмотрел. Но вроде как голкипер у них даже не основной. Поэтому будем этим пользоваться. И МЮ против Сити. Поехали. Марсиаль молодец. Но, правда, не реализовал свои вот моменты. Жезуса также выпускает. Вардиола и Погба головой забивает. Поль Погба. 77-я минута. Замечательно. Поль Погба. Ну, так часто он у нас забивает. Я вообще не помню, когда в последний раз он забил. Но вот с головы, с уголового в полфинале Кубки Англии он забивает именно ворота Манчестер Сити. Голевая от Бруно Фернандеша. Ну, и все замечательно. А стоило только вот заменить Антони Марсиале. Совпадение, конечно, но все равно. И Санчо. Нет, Санчо не забивает сегодня. Обидно. Столько моментов у него было. И не забивает. И Маркус Решвард делает еще 2-0. 95-я минута. Тютелька в тютельку. Даже по времени не докопаться. И вот и Маркус Решвард. Вышел и забил. Просто поменяю уже. А Санчо, ну, можно сказать, действительно провалил сегодняшний матч. 100% моменты были. Но болельщики его провожают аплодисментами. Играл против своей бывшей команды. И все. Финальный сток от арбитра. Мы выходим в финал Кубка Англии. Замечательно. Погба и Маркус Решвард забили сегодня. Выбили первую строчку английской премьер-лиги. Из Кубка Англии. Замечательно. Вообще без моментов. Сити даже не пытались как будто играть. Сливали этот матч. Но я не знаю. Почему-то в чемпионате они вот так вот не играют. Ну, а в финале мы будем играть против Челси. Это вообще интересно будет. Челси, не помню, нас вроде выигрывали даже. Поэтому. Но это не Ливерпуль, который идет сейчас на второй строчке. Это Челси, который чуть ниже нас. Поэтому посмотрим. Четвертьфинал, да. Не полуфинал, а четвертьфинал с Шахтером у нас в Лиге Европы. Первый у нас матч будет на выезде. Так, скауты у меня нашли. Правого защитника. Давайте посмотрим. Люкин Боннет. 19-летний Камеруниц. Я добавлю его пока что в список. Так, кто у нас еще там в списке? Так, ну Дэвис это понятно. Так, и вот. Такие вот у нас игроки. Что по моей команде? Уильямса. Хочет купить Волверхэмптон. Ну давайте постараемся чуть подороже его продать. За 10 хотя бы миллионов. Так, в сборную месяц, кстати, ни один наш игрок не попал. Шкринер минус один к рейтингу. Ну а у нас сейчас выездная игра против Шахтера. Интересно посмотреть. Как же у нас все сложится. Ну вот Хендерсон. На пиковой давайте мы его и выпустим. Линделёфа вместо Магуайра. Ван Дебека даже выпускаю. Вот ужасные формы почему-то у наших игроков сейчас. Гризман с капитанской повязкой. У него почему-то есть какие-то лидерские качества. Ну посмотрим давайте. Давайте вместо Шоу Уильямса. Вместо Ван Гисаки Диого Далота выпущу даже. Ну вот у кого есть такие хорошие формы. Нам лишь бы чтобы игроки не травмировались. Много уставших. Все. Шахтер против МЮ. Поехали. Итак. Шахтер против Манчестер Юнайтед. Интересный матч. Четверть финал Лиги Европы. Уйти. И мы будем чисто уже улучшать нашу команду. В том плане что улучшать чисто по позициям. Гризман забивает от рук голкипера. 30-я минута. Капитан Манчестер Юнайтед. Вот. Сколько ему там? Три месяца прошло. А Гризман уже выводит Манчестер Юнайтед с капитанской повязкой. Доверие тренера заслужил. Заслужил. Вот. Аплодисменты от Райана Гикса получает Антуан Гризман. Смотрим. Погба. Санчо. Санчо записывает на себя голевую передачу. И хлестко так. И пропускает голкипер. Но здесь наверное действительно ошибка голкипера была. Потому что Гризман не сказать что на исполнение бил. Здесь даже мне кажется на силу шлепнул по центру так. И голкипер пропускает мяч. Но гол естественно должны записать на Антуана Гризмана. Да. Так и есть. Тридцатая минута. Гризман 1-0. И все. Заканчивается матч. У нас минимальная победа над Шахтером. Отлично. Гостевой гол у нас один есть. Уверенность это точно придает перед домашней игрой. Один удар всего лишь у нас был в створ. И он стал ключевым. Гризман 7-5 оценку получает. Абсолютно заслуженно. Так. По Уильямсу у нас за 9 миллионов 200. Согласны его подписать. Так. У нас есть ли здесь кто-нибудь? У нас здесь только Ришарлиса. Вот. А за сколько нам будут согласны Дэвиса продать? Не за сколько. Я их услышал. Поэтому мне нужно теперь искать левого защитника. Я так понимаю. Почему именно вообще хотели купить? Уильямса. Потому что вот эти парни в арендах. Да. А Диога Далот. Вот именно Уильямса я только выставил. В любом случае мне кажется я успею найти адекватную замену для Уильямса. Он уйдет все равно от нас только летом. Тем более мы не будем играть второй сезон за Манчи Сиренет. Мы будем играть новую карьеру за Лестер Сити. Поэтому мне кажется он так нормально будет. И давайте согласимся. И уходит от нас Уильямса в Улверхэмптон. Тоже интересный английский клуб. 34 у нас примерно миллиона. Теперь бюджет на трансферы. Но у нас сейчас игра против Ньюкасла. Они идут на шестой строчке. Мы идем на четвертой. Нам нужно побеждать в АПЛ. Чтобы обгонять Тоттенхэм. И ждать когда они потеряют очки. Так, ну Дэхэя у нас по позиции вратаря. Шоу очень ужасная форма. Не будет играть Магуайр. Давайте я даже так сделаю. Вместо Шкринера Линделев. Погба. Наверное тоже дам ему отдохнуть. Вместо Мэдисона будет играть Ван Дебек. Вместо Гризмана выпустим Решфорда. Ну и давайте даже Гримуда вместо Санчо выпущу. Вот таким составом. Могу конечно даже вот так сделать. Давайте попробуем, почему бы и нет. Вернемся, так сказать, к нашим истокам. Мы так и начинали с вами играть в одного атакующего полузащитника. Вот. Поэтому вот таким составом мы выйдем. МЮ против Ньюкасла. Поехали. Итак, Олл Траффорд МЮ против Ньюкасла. Интересно нас сегодня ожидает матч. Мы в двух матчах сегодня одержали две победы. Я надеюсь, что сегодня у нас эта традиция так продолжится, чтобы третья победа тоже была в выпуске. И посмотрим. Обыграли все-таки мы Манчестер Сити. Обыграли даже на выезде Шахтер в четвертьфинале Лиги Европы. Поэтому будем стараться сейчас выиграть и очередной матч чемпионата Англии. И отлично. 1-0. Антони Марсиали забивает. Тринадцатая минута матча. Хорошо здесь разыграли. Было много суеты от игроков Ньюкасла. Здесь не додержали. Здесь опять поменяли. Все. На одном игроке они как-то обострили свое внимание. А вот здесь потеряли Гринвуда. Когда у Гринвуда был мяч, на него все переключились. И все. Три победы у нас подряд в сегодняшнем выпуске. Минимально мы обыгрываем Ньюкасл. Забивает наконец Марсиаль. Три удара, два в сорт. Равно на самом деле стадистике, как и по владению мячом. Ну вот просто мы реализовали действительно свой момент. 7,5 оценка у Марсиали. Ну что же. Тоттенхэм, я так понимаю, проиграли. Вот. И мы возвращаемся на третью строчку. У нас все замечательно. 8 очков отставания до Ливерпуля. И получается 18 очков отставания до Манчестер Сити. Ну что же. Все. Сегодня. В следующем выпуске у нас будет домашняя игра против Шахтера. Это борьба за выход в полфинал Лиги Европы в матч против Эвертона, который идут сейчас на седьмом месте. И снова Манчестерское дерби. Правда, теперь уже в рамках чемпионата. И мне ни в коем случае не охота проигрывать Манчестер Сити в чемпионате. А раз мы обыграли их в кубке, надо и в чемпионате пробовать. Поэтому все на этом. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.